Началось заседание с минуты молчания. 22 октября из жизни ушел Кузнецов Юрий Васильевич, председатель первичной профсоюзной организации Смоленской АЭС. Из множества вопросов повестки дня наиболее важные касались инфраструктуры Десногорска. Так, одна из главных тем была о реорганизации МУП ККП и о деятельности нового оператора тепловой инфраструктуры города. Новый оператор АТОМ-теплоэлектросеть. Именно эта компания и готова модернизировать систему тепловой инфраструктуры муниципалитета. Действительная практика уже используется и в других городах, присутствие атомных станций, в том числе и на Кольской станции. Мы являемся уже, если я не ошибаюсь, седьмой. Нет, шестой. Шестой площадкой внедрения, привлечения данного оператора. На данный момент какой-либо конкретики о предстоящих преобразованиях пока нет. А при разработке таких планов предложено учитывать особую специфику Десногорска. Мы должны собраться и открыто поговорить друг с другом, что нас ждет впереди. А вот так вот доверять, что как у нас с Кольской, на Кольской. При этом в целом многие депутаты уже имеют свою конкретную точку зрения по этому вопросу. То, что это будет структура концерна, меня наоборот даже радует, потому что в городе при дефиците бюджета то, что будет эксплуатироваться концерновской структурой, это наоборот принесет плюс, как много объектов, на которые сейчас все жители имеют доступ. Большинством голосов было предложено вернуться к теме нового оператора при появлении существенной информации. Также депутаты обсудили подготовку города к зимнему периоду. В целом встречать холода Десногорск уже готов. Здесь включили двух положений. Одно положение это о том, что не полностью доделали кровлю. Сейчас подрядная организация эти вопросы решает. То есть на следующей неделе закончить полностью 100%. И не выполнили еще, были сорваны два аукциона по швам. Осталось 1800 метров швов. Мы тоже сейчас аукцион уже проведем. Где-то с 10 ноября приступаем к работам. Эта работа примерно на 7-8 дней. Кроме этого идет подготовка к холодам и жилых домов. В ближайшее время будет завершен осмотр всех подъездных дверей и проверка их работоспособности. К отопительному сезону готово. О чем свидетельство о готовности к отопительному сезону подписан всеми. Сейчас мы ждем паспорт готовности. 10 машин у нас уже готовы, уже переоборудованы. Остальную технику мы будем переоборудовать после субботинга. Запас песка и песчано-соляных смесей пополнены практически до 100%. То же касается и горюче-смазочных материалов. С совместными усилиями представители коммунальных служб обещают сделать зимний период для горожан комфортным. Заседание было отмечено и торжественным событием. У депутата от партии КПРФ Александра Прокопова 25 октября день рождения. Ему сегодня исполняется 67 лет. Также разрешительно проводить модератора, вручить ему небольшой сувенир. Олег Соловьев, Александр Ерофеев, Десна-ТВ.